Добрый день, дорогие друзья! С вами Анна Смин на канале Питер Видео. Рада приветствовать всех своих подписчиков и зрителей канала. И сегодня мы с вами поговорим о природе, о погоде и о нас, женщинах. Природа, где я нахожусь? Я нахожусь в Павловском парке и веду оттуда свои зарисовки. Она великолепна. За мной река Славянка. Я сижу на бережку, а за мной Висконтьев мост. Вы его видите сейчас. Погода замечательная, очень комфортная. Ни жарко, ни холодно. Если одеться по погоде, то... По погоде, сказала Анечка, поправляя шарфик в августе месяце. Но нехорошо, некомфортно. Главное одеваться по погоде. Погода замечательная, не будем жаловаться. И женщины, о нас женщины, дорогие женщины, все мы любим порадовать своих близких вкусными блюдами. И сегодня я хочу вам рассказать о своём недавно найденном рецепте шашлыка. Сейчас ещё у нас лето. Впереди осень, бабье лето. Я думаю, будет тепло. И вы всегда можете приготовить на природе шашлык. А шашлык я нашла рецепт из курицы. Курица – это диетическое мясо. Оно нежирное. И поэтому, я думаю, оно, в принципе, многим будет полезно попробовать. Ну, хотя бы иметь представление, какой же он куриный шашлык. Что я для этого брала? Время маринования где-то, ну, как обычно, часов 6-7. То есть с утра вы можете замариновать и уже во второй половине дня готовить шашлык. Из расчёта, в зависимости от того, какое количество людей будут участвовать в поедании шашлыка, вы рассчитываете свою пропорцию. Я брала пропорцию килограмм куриного филе. И, соответственно, килограмму куриного филе я добавляла заправку. Заправка эта состоит из растительного масла и чеснока. Вы берёте 3-4 головки, ну, такие маленькие, естественно, чеснока. Мелко режете их и заправляете оливковым или растительным маслом. 3-4 столовые ложки. У вас появляется, получается, такая заправочка. Дольки только чеснока. Дольки, не головки, а дольки. 3-4 дольки. А то это явно будет перебор, если головки, дольки чеснока. Затем вы добавляете базилик. Затем вы добавляете пол-литра либо кефира, либо сметаны. Ну, вот я последний раз, у меня кефир не оказалось под рукой. Я взяла сметану 15% и разбавила её водичкой, чтобы получилась такая немножко жидкая консистенция. Либо кефир берите 2,5%, тоже хорошо. Затем нужно взять приправу курицы. Ну, вы смотрите обязательно на этикетке приправы, чтобы там было без соли. Ну, постарайтесь найти, чтобы не было много соли. Ну, и дальше состав смотрите на усмотрение. Там перец, чёрный перец, красный перец. Ещё какие-то приправы, которые входят в саму приправу курицы. Ну, любители, если вы уже вольны, выбирать сами. Ещё я добавляла немного красного перца. И немножко соли добавляла. Здесь главное не переборщить, потому что все приправы курицы, они добавляются туда, конечно, соль. И если вы будете досаливать, то совсем чуть-чуть, чтобы не пересолить. И вот таким образом вы маринуете, делаете, мясо режете небольшими кусочками, чтобы их было удобно нанизывать на шампура. И вот дальше оставляете всё в холодильнике и ждёте. То есть несколько компонентов. Ещё раз повторю. Чеснок с растительным или оливковым маслом. Это приправа, такая заправка. Дальше приправа курицы. Дальше базилик. Дальше красный перец. И кефир, либо сметану. И мясо, естественно. И вот таким образом вы всё маринуете. И дальше жарите спокойно шашлыки. А вот такой нехитрый, в принципе, рецепт. Ничего здесь сложного нету. Лук я не добавляла. Получилось очень вкусно. Первый раз я делала просто пробный вариант. Получилось вкусно. А второй раз получилось ещё вкуснее. Мне этот рецепт очень понравился. Его я нашла на ютубе. На канале одной из блогеров, которую я смотрю. В общем, я очень довольна. Очень хороший рецепт. И вот с вами я им делюсь. Как со мной когда-то поделились тоже. Довожу до вашего сведения. Приятных вам летних деньков. Мы уже приближаемся к сентябрю. Но я желаю вам хорошей погоды. Хорошей погоды в доме. Будьте бодры, веселы, счастливы. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. С вами была Анна Сми на канале Питер Видео. До новых встреч. До свидания.